День добрый господа, это снова я и мы снова продолжаем играть в XCOM Прошлая серия у нас была довольно напряженная, мы выполняли атаку на колонну Адвента В результате которой у нас отъехал немножечко енот фон Солви Господи, это радио, заткнись, черт! Терпеть не могу эти радио У нас отъехал енот, это произошло частично из-за моих косяков, частично из-за серии Прямо реально большой серии неудач, у нас там очень много врагов оставалось на одном ХП Снайперы почему-то мазали с 80% шансами, ну короче Енот отъехал, но обещал вернуться, да? Вернется он как? Рано или поздно мы, когда накопим денежек, когда у нас будет на это время и деньги Поставим вот этот модуль и тут же воскресим этого енота, потому что у нас есть его труп Он у нас заморожен, в холодильнике сейчас лежит и енот у нас вернется У нас будет... I'll be back, так сказать, енот-терминатор потом, да? Вот, но пока денег у меня нет, и честно говоря, прям не в приоритете это Енот, конечно, нам нужен, это хорошо, он тем более псих Но мне надо будет делать лазерку улучшенную, потом делать магнитку Вот, и, конечно, денег сначала я оставлю на это А потом, как у нас они появятся, мы, конечно, енота воскресим Так, теперь давайте на карту На карте все, в штабе я насиделся Хотя поджидите ранения, сколько у меня ранений? Может, надо все-таки еще посидеть? 11 ранений, бог ты мой, вот это я нахватал 5, 6, 4, 6, 6, 8 Очень, конечно, много у нас ранений, но у нас есть 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 У нас есть 10 человек, которые, в принципе, могут пойти на 2 миссии, да? 5 на одну, 5 на другую Ну да, слушайте, а сколько... Да, слушайте, нормально вроде получается У нас есть реально 10 человек 5 туда, 5 сюда, можно, можно И то, что я сижу на штабе храмовников Не сильно меня бустанет сейчас в ближайшей перспективе, да? Поэтому, наверное, уйдем лучше миссию, по-сканем получше Уйдем, наверное, отсюда, по-сканем миссию Вот здесь, потому что очень плохие миссии находятся А здесь, наверное, уже завязывать пора Разведданными, потому что бдительность растет Уже шестерочка Все еще сидим Вот этот регион окучиваем Здесь, наверное, тоже все пока Поставим на поиск рекрутов Почти всех Единственное, что, наверное, вот я уже вот так, наверное, сделаю Раз, два, три, четыре, пять Шестерых на рекрут и чуть-чуть материалов еще подсобираем Сколько нам это, да? 75 75, а побольше можно? Соточка Вот Соточку материалов соберем И рекрутов немножко доберем до 13 Какое-то время здесь пока такого ничего делать не будем Вот Здесь окучиваем регион И все, наверное, да? Пока так Миссии активных нет То есть у нас, в принципе, есть пока время полечиться И попробовать насканить хорошую миссию Давайте Попытка саботажа не удалась Слава богу Вот мы что-то нашли Десять дней Помешайте военным разработкам Трудная мишень Дает некоторым пришельствам способность Трудная мишень Ой-ой-ой Это хотелось бы обломать Конечно же Тем более пакет данных Разведка Слушайте, это неплохо Вроде И времени дают много Почему так много времени дают? Потому что здесь Здесь и человек сидел на разведке Слушайте, это хорошо Это хорошо Я бы туда пошел однозначно А здесь у нас кто? Тут пулич сидит неопытный Пусть дальше сидит Сюда пойдем Сюда мы однозначно пойдем Вот и миссия подъехала первая Возможно, в шестером, кстати, пойдем Захватить предмет Старт вскрытности Нам бы здесь не помешал спец, конечно Есть у нас спец Нет, у нас спеца не обучаются Семь дней обучается Давайте я, наверное, ее вытащу оттуда Она вроде недавно только начала обучаться Мы ее вытащим Да Ну, мне нужен спец Потому что Я не верю, что у меня до кони добежит туда А вот спец добежит Что по отрядам Вот у нас есть отряд, да? Ага, на секретке Нифига подобного Кобра ранена одна Ладно, берем спеца Она у нас капитан тут как раз Турель, да? У нее мобильность хорошая Ей нужно лазерку дать А лазерок что-то нет Ладно, подождите туда Лоба еще есть, да? У нас уже есть один офицер Иван, он хватит Возьмем вот рейнджера обязательно Возьмем гренча обязательно Вот у нас есть руки-базуки неплохое С дракольчиком Кого еще? Новичков можно покачать Павел Гореликов уже обучился Смотрите, он у нас обладает пси Он у нас и по крышам прыгает И пси стреляет Он здесь будет очень неплох Поднимет, если что, кого-нибудь Угу Так, что еще? Что еще? Ну пусть я бы покачал Она, конечно, здесь не очень в тему Но я бы ее покачал И в пятером на 7-9, да? И у нас еще шесть Еще одну можно взять Эту на пусть То есть это такая миссия На прокачку у нас идет А на другую у нас, если что, пойдет Штурмаж, гранатометчик Рейнджер опытный И ниндзя довольно опытный, да? Вот можно Ташира тогда взять сюда Шестером на нее сходить Да, долгое, но зато 7-9 будет Так, точность хорошая Точность хорошая Да, оружия мне, конечно, не хватает Ну-ка Блин Не хочется, знаете, с лазерками-то Увлекаться сильно Много Ну, придется, наверное, еще одну взять Давайте еще одну надо И какой-нибудь, наверное, сбой запас Я бы закинул сюда Настройка спуска есть Заритель точно нет Вот расширенный магазин В принципе, мне единички достаточно Настройка дорого стоит, блин А мне деньги нужны будут Я бы это продавал, конечно, все Нафиг Тоже прицелов Два, да, я бы все это, наверное, продал Пока как бы не до этого Они и так справятся И без всяких этих прицелов Да, слышите, они и так справятся Две аптеки есть Грены есть Раз, два, три Три грены, один свет Что еще у тебя? Еще дым, да, вообще Базуки, конечно, очень так приятно укомплектован У него прям на все случаи жизни все с собой есть Что нам спит судать? Ментальный, наверное, нет Ну давайте вот так дадим На этой миссии, знаете, можно полутать неплохо На самом деле Экспансив может дать ей Да нет Давайте еще один дым Еще один свет, может быть Вот так Сейчас дым, еще свет Два света, два дыма Много гренок Зачем мне так много дыма? Не так часто я имею пользуюсь На тебе другое вообще не заходит АП, вот патроны разве что, да? Хорошо Здесь давай возьмем Вот так АП патроны Какая мобильность хорошая у тебя Я вспомнил Тебе надо вот это дать Обрезик хороший С такой мобильностью Да, такой обрезик Блин, рейджерам я не люблю Точность, конечно, давать Набор может дать Давай набор дадим Два набора будет на этой миссии Ну и вроде мы укомплектованы Вот приклад еще надо Байт снайперу Есть приклад? Нет Нифига подобного Приклада нет Приклада нет Угу Ну и нормально, да? А модули есть какие-нибудь? Кожа-кожа АП-шечка И взлом Взлом можно турели Нет, уже в нее есть там что-то АП-шечка Резни можно ХП-шечку дать Но не знаю, надо ли Вот базуки, кстати, можно ХП дать Давайте базуки реально дадим ХП Ну да, слушайте Будет у нас он плотный У него и так там щиты Потом будут еще Будет реально плотный Танковать, если что Все, мне кажется, здесь нормально Нам с лихвой хватит Шесть человек на 7-9 Господи Куча гренок Куча лазерок Мы тут справимся Разве данные никогда не лишние А в пакете тоже чуть полезной выпадет Давайте Тем более у нас уже псих тут есть Неплохо Погнали Назначаем, кто остался И ждем еще миссию У нас тут штурмовичок Идет Кстати, с лазеркой, да? Не нужна на тебе На трубовик Набор тебе не нужен На грену А вот здесь У нас, кстати Очень большое удивление У меня, что У нас ни разу не выпала Миссия на безликих Вообще ни разу Это, конечно, странно Прям Неужели у нас Нигде нет безликих? Я в это не верю Вообще, вот честно говоря Прям не верю Где-то точно У нас должны сидеть безликие Где они? Я не есть За столько времени Ни разу не нашлось Так, это что? Кто-то назначен Вот здесь уже Хорошо Еще материалы, я думаю Так Вот И у нас прошли, смотрите Полночные рейды Наконец-то мы можем Купить новичков Это великолепно Давайте денег Наскребем Немножко на новичков Тиктоиды Поехали на два Целатиды Не будут Рупакции будут Кожи У меня, по-моему, много Уже было этой железной кожи Да, уже, видите Две их Можно одну убрать Так, и всякие модули Вот из них Можно хорошо получить Вырушитель, например Уехал Ускоритель уехал До свидания Элитная настройка О, элитная настройка Всего 15 стоит Блин, я ее, наверное, оставлю Все-таки Она стоит всего лишь 15 А дает Аж целых 10 меткости Турельки надо было Все-таки ее поставить Что-то я думал, что она Тридцатка стоит А нет Ладно Так, ну и Что у нас тут еще? Давайте экспансив, что ли Да, хотя нет Все агента Можно одного Вот И все, наверное, пока мне хватит Пока мне хватит Наскребли немножко денег А где наши новички? Новичков, смотрите, я как предлагаю сделать Я их просто буду обучать сейчас Как мне выгодно Если среди них окажется псих У меня уже забронировано На психа безликого назначить Человека, который мне самый первый Первый человек, который мне самый первый донат внес Вот А если он не окажется психом То там уже посмотрим Что у меня по заявкам есть Вот А брать я их буду по нужде Потому что у меня У меня тут сильный нехват спецов По-моему Да, всего два спеца Мне точно нужен спец Я бы не отказался от Греныча И от Разрушителя еще Давайте посмотрим Кто тут подходит на спеца Вот у восьмерочка есть Ваканда И Майнд есть Вот этот медленный Медленный Точность у него хоть какая-то есть И вот это Мне кажется, это неплохой спец будет Давайте Вот он будет спецом И кто у нас зайдет на Греныча Хорошо Можешь вот эту девочку взять Ослепительный гранатометчик Смотрите Во всех смыслах Ниндзя бы тоже не помешал Вот на 17 Например, быстрый ниндзя есть Неплохой Хотя 3 хп маловато Вот этот, наверное, хороший был бы ниндзя Он и мобильный Блин, хотя такая точность Опять же будут не попадать Эти чертовы ниндзи косые Или разрушителя взять Не, давайте вот эту девочку сделаем гренадером Сначала я их просто обучу В зависимости от того, кто у меня получится Здесь мы уже будем дальше отталкиваться Поэтому пока не надо Не надо, ребята, на них писать кастомизацию У меня в списке 20 человек на кастомизацию Я буду их делать Не надо мне писать Я хочу стать блондинкой Я хочу стать пантерой Я это проигнорирую Так, это был спец Берем И вот эта девочка был гренач Берем 12 дней, капец Это еще вообще не скоро будет Так, ну хотя бы двоих мы взяли Хорошо Можно даже еще наперед двоих взять Но, наверное, нет Наверное, нет эскани И у нас уже скоро будет в техуровень Семерочка Потом и восьмерочка А там, где восьмерочка Это уже будет вообще печально Потому что на восьмерочке Уже нас ждут мутоны В массовом порядке На всех миссиях И без магнитки С ними уже очень тяжело будет справиться Поэтому Первоочередная задача, конечно К техуровню 8 Сделать магнитку Обязательно Вот лазерка подъехала Хорошо Улучшенная лазерка Она дает нам Смотрите, что Она для жнеца пушку Для искры пушку Лазерное копье для снайперов Для штурмошей Для пулеметчиков Да, очень много всего тут подъехало И где магнитка моя? Где моя магнитка? Погодите Я не понял А чем мне надо для магнитки? Ё-моё Неужели Я не могу сразу В магнитку пойти? Офицера, наверное, надо открыть Блин Мне, походу, надо открыть Давайте посмотрим Да, магнитное оружие Видите, он там Откроет Написано Самая первая магнитная ружь Мне нужно офицера открывать сейчас И можно копейщика еще На самом деле открыть Это три дня всего занимает Зато он мне даст сразу Неплохой баф Для ниньси наших Он бы мне очень помог Баф для ниньси Ну и лист нет Снайпер, наверное, нет Это тоже нет Целатит Гонополевая медицина Пока рано Газовые грены Офицер Что черепной бур И всякие-всякие вскрытия Ну копейщик нам откроет Очень прикольный этот Лазерный Гроссмессер Вот эта вот Штука мне очень бы пригодилась Как раз таки Чтобы мои ниньи не мазали Давайте я, наверное, все-таки Его сделаю Потом офицер И потом магнитка Наверное, так По энергии, что Может, лабораторию Гридануть Какая есть такая возможность Чтобы быстрее все это двигалось 60 как раз Нет, денег не будет Денег не будет, а нужно оружие Давайте оружие тогда лучше Вот у нас для жнеца Он как раз Сразу же мы ее купим Жнец скоро появится Можно, в принципе, сразу купить Это для искры Это для снайпов Давайте одну для снайпа Погодите, а где для пуличей-то? Вот для пуличей А, одна уже есть для пуличей Хорошо Тогда две для снайпов Можно взять Если денег нет Денег пока нет Ищем миссию Жнец прибыл Надеюсь, его не ждет Та же самая судьба, что храмовника Который только прибыл И сразу уехал И кто это у нас? Это Мангуст, я уже знаю Это мой персонаж Так, нам что дали? Контакты с новыми регионами Налаживаются мгновенно Это вообще печаль Это очень стрёмный баф Нам не повезло На заданиях таймер не начинал Ооо, а вот здесь очень хорошо Ну как Не прямо очень хорошо Но это Это полезная штука Давайте глянем Что за жнец? Что за жнец? Жнец без дара Неудивительно Там шанс примерно С процентов 5 А то и 10 Очень немобильный Фигово Зато много хп Неплохая меткость Да? Ну такое, смотрите Мобильность, конечно, для жнеца Ключевой параметр И она ему не выпала Она ему не выпала Ладно, держи винтовку лазерную Такой красивый ты у нас будешь Сразу с С4 был Прикольно Мы ему что дадим? В обязательном порядке Ментальный, наверное, мы ему дадим Чтобы у нас его никто не ломал Патрончик, наверное Ну да, наверное, так Вообще он немобильный Значит мы его снайпера будем затачивать Звание Давайте Что нам дадут по званиям? Вот это неплохо Не использующих укрытия Он часто будет фигачить По тем, кто не использует укрытия Непоколебимость Думаю, излишне у него и так Здесь 7 хп Это вообще дохрена Разведчик Интересно Пока помечу Казень Если цель имеет меньше половины здоровья Интересно Неузимость Тоже интересно Мастер скаут вообще офигенно Для жнеца Особенно Каждые 4 хода он может кидать сканер И вообще это будет супер идеальный разведчик Разведчик всех разведчиков Тоже помечу Что из этого брать? Не знаю Пока не знаю И смотрите Мы решили, что это будет у нас Снайпер Значит ему всякие ножи Наверное сразу мимо Он у нас будет Такий стрелок Можно взять вот это Чтобы меньше царапин Было больше критов Пробойник Нравится определенно Ну и здесь видимо сюда Да Чтоб с маскировки не выходил Здесь наверное Вот это мимо сразу Все Тут возможно Медик Было бы интересно Но он такой медленный Что тоже знаете Не особо это Зарешает Один раз за ход После передвижения Один раз за ход Получите передвижение После выстрела Из основного оружия В противника Уже раненого На этом ходу Это немножко Сгладит нам Мобильность нашу Да Призрачная грена Наверное нет Женщина точно нет Ну только сюда Да Здесь что? Здесь мне нравится Жало Другое смертью Это с фланга Криты надо раздавать Но при такой мобильности Не факт Что у нас получится Это делать Разгром неплохо И жало неплохо Очень меткий будет чувак Невидимости Фигачить Мощный скрытный выстрел Серьезно ослабляющий цель Для дальнейшего уничтожения Ее союзниками Вешает на цель Метку И разрыв Три Нифигасия Точно три Я вроде менял этот навык Но чуть не помню Что прям такой жесткий разрыв Я делал Нифигасия Выстрел жнеца Происходит уже с учетом Метки и разрыва Да То есть этот выстрел Он уже будет очень жесткий При этом он не демаскирует жнеца И при этом Все последующие выстрелы По этой цели Будут очень больные Потому что там и метка И разрыв висит Это то есть вот На боссов прям реально хорошо Это как альтернатива Разгрому Знаете Из разгрома Он как бы сам босса Может замочить А здесь он тоже Наносит жесткий удар И потом достаточно Еще пару раз выстрелить И все Кем-нибудь Давайте я попробую Вот это взять Ну я обычно брал Разгром или вот это А вот это я недавно Относительно бафнул Я вот попробую Вот это взять Здесь мы серию возьмем Конечно Наверное Ну и тут смерть с небес Напрашивается Это нужна мобильность Большая Здесь учитывая Что он у нас Такой стрелок Хорошая серия Хорошо зайдет Наверное да Вот так Давайте наберем Берем 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 У нас осталось 15 очков И он у нас Со средней смекалкой Надо выбрать Что мы будем брать Здесь Неуязвимость Честно говоря Мне кажется Ему не нужна Он у нас будет далеко Он у нас снайпер Ему это не надо будет Вот эти два навыка Они конкурируют Между собой И мне кажется Вот это даже лучше будет Потому что Он будет под инвизом У нас Ходить разведывать Бывает Ну будет Такое частенько Вот этого ему хватит Брать такой дорогой навык Когда есть такой В принципе Наверное нет смысла Вот уже оптимизировали Да Вот это Вот это мы возьмем Вот это Вот Выстрел по врагу Имеет 10 меткостей Пробивают одну брони У тех Кто не использует укрытие Он часто будет стрелять По тем Кто в укрытии Но иногда и по тем Кто без Да В принципе Можно взять Почему бы нет Можно и вот это На самом деле Тоже взять Если мы разведку Разведывать будем Либо что еще Либо что-нибудь вкусное Взять просто В его древе Еще потом Где гранату призрачную Или аптеки Допустим Да Давайте пока оставим Оставим на разведчика Жнецу конечно Видимость Всегда полезна Да Пока так И у меня на жнеца Была уже заявка Очень давно Человек у нас Хотел жнеца Поэтому я наверное Сейчас этим займусь Но для вас Это пройдет Очень быстро Раз Два Три Вот такая У нас появляется Жнец Он у нас Сменил пол Это у нас теперь Люси Радшер Сайленс Вот такого персонажа У нас заказывали Я даже написал Здесь некоторую биографию Кому интересно Можете глянуть Я поставил Как мне показалось Более-менее Нормальный ей голос Такой подходящий И вот такая Вот у нас Деваха Единственное Требование Которое я не выполнил У меня просили Сделать шляпу с полями Ну Ребята Я ненавижу Шляпу с полями Вот из всего Что есть в головных уборах Это самое отвратительное Что только можно поставить Я никогда И никому не поставлю Шляпу с полями Простите Вот такая у меня Причуда есть Поэтому я сделал ей Просто красивую прическу Человек просил Просто сделать Красивые волосы А шляпу с полями Нет Бан Блокировка Никогда Я никому не поставлю Шляпу с полями Терпеть я не могу Вот Ну думаю нормально В принципе Она вся черная Все основное Я выполнил У нас девушка Симпатичная девушка И наши ряды Полняют девушками Ребята Кто там хотел девушек Пожалуйста Вот вам девушка Девушка жнец Она у нас будет жить До конца кампании Я думаю Учитывая что у нас снайпер С такой кучей хп С ней вообще ничего не случится Вот Все с персонажем Мы закончили Здесь все неплохо Оружие возможно Я бы тоже ей Сделал черное Но оно видите Не делается черное Из-за того что Деревянные части здесь есть Поэтому как бы Пусть цифра будет Не так это важно Ладно Оружие тоже черное Вот Обязательно сохраняем Сразу ее Мне в принципе нравится Такой персонаж Все закончили Значит мы с жнецом Нет не закончили Погодите Оружие может сразу улучшить Вот автозаряжение Самое простое Мне кажется пойдет Вот И мы сразу назовем Знаете как Сразу же ее именем Именное оружие будет Оно никому Кроме нее Пока что не будет принадлежать Вот так вот Вот так вот И модули что Кожа взломная Пока это не для нее Все Все Жнец наш готов Очень рады Приветствуем тебя Сайленс Среди нас Сайленс Среди нас Все С этим мы разобрались Сколько у меня есть Теперь в опане бойцов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Целых шесть человек Великолепно На еще какую-нибудь Хорошую миссию Можно направить их И что по псилабе Пока ничего Да Пока ничего И операция нам нужна Оуу Какой выбор Батюшки Нанять хромовников Я вижу Смотрите-ка Ммм Может быть материалы Пока сделать Для хромовника Таки нанять Знаете Материалы мне В ближайшее время Не так чтобы сильно нужны Магнитка Еще не скоро Лазерку Я уже прикупил Более-менее Давайте хромовника Наймем Раз нам предлагают Нанять его Давайте наймем Реально Здесь нужен то Всего лишь Капрал Капрал это кто Ну например Рэмбо И можно снизить Риск засады Кого туда можно отправить Я бы даже С убежища Кого-нибудь взял Вот еще одного Пулича Например Тут у нас Рейнджер А кто еще В убежище Подождите Я чуть не вижу Пулич Рейнджер А ну Опытный Чувак Да Штурмаж Да Давайте Пулича Снимем С убежища И двух Пуличей Направим Они качнутся Не так чтобы Они нужны нам Пока что Вот здесь он По-моему Сидит Заменим тебя Пока временно Лобой Офицером Она хорошо У нас ищет Безликих Да Ищи Безликих Вот Так Хорошо Вроде пока Дела налаживаются Да Все Давайте ждем Дальше Копейщика Вскрыли Кому интересно Жмем паузу Читаем Кто уже читал Давайте смотреть Нам открыли Кортик лазерный Для заступника Прикольная штука Чтобы резать Сильнее Можно было Хорошо Дугометы Ножики Для жнеца Вот он Вот эта вот Штука Ради которой Я вскрывал Копейщик Вот этот меч Очень крутой меч Он по-моему Даже местами Даже круче Чем магнитный меч Который позже Открывается Потому что Он имеет Очень классный бонус Вы потом увидите Об этом Перчатки Для Нашего Кромовника Ну вы поняли И смотрите Мы открыли Вскрыли Копейщика И с каждым Новым вскрытием Практически С каждым новым вскрытием Будет открываться Новый проект И вот у нас После копейщика Открылся Смотрите Какой проект Гена Гепарда Мы тратим Трупы копейщиков Но зато человек Потом будет Очень быстро бегать Смотрите По плюс 6 Мобильности Он будет получать Этот бонус По чуть-чуть спадает Ну как бы Человек типа устает Но в целом Это очень жесткий Бонус на мобильность Очень круто Вот И мы офицеры Конечно Будем сейчас скрывать Чтобы магнитку открыть Да Давайте У нас тут Что получилось Дилетант вылечился И Кто-то там назначен Пока нет Кто куда назначен Покажите мне Вот сюда опять назначен Давай материалы Слушайте Я бы заменил Я бы сюда лобу поставил А сюда брата Брат давай здесь Лоба здесь Здесь больше народу Больше Больше шанс Безликих здесь есть Поэтому лоба Пусть здесь будет Продолжаем Значит Все в таком же темпе Искать Может быть даже еще Материалы вот так Чтобы уже 134 было Да Да Пока окей Пока окей Гена гепарда Я не могу сделать У меня денег нет А сколько они стоят Давайте глянем Ну Для примера просто Сколько они стоят Они стоят 35 материалов И 2 трупа копейщика Но это жирно конечно Я из трупов Мечи лучше поделаю Пока что Но имеем Видишь Теперь мы имеем Такую опцию Что мы можем Кому-нибудь дать Очень много мобильности Да Это дает небольшой штраф Видите Минус 1 хп И минус 3 воли Пермаментно Но зато Блин 6 мобильности Вдумайтесь Вы любого бойца Можете сделать Просто турбо Носящимся Очень круто Ждем Ого Аватар Тут уже О себе напоминает Думаю Это вы конкретно Там изучаете Подвент Не сидит на месте Очень много Надписей было Погодите Восстановление Восстановление Вот у нас Много людей Отходит от ранений Это великолепно Какие люди Отошли Давайте посмотрим Может психа Можно назначить Можно Смотрите Евгений Выжлов Может обучаться На псионика Я забыл Кто это Кто-то у нас Евгений Евгений Вышло Где-то Это Мул Это наш Мул Он Греныч Ну Я думаю Можно Я думаю Можно Давайте Его Обучим И наверное Я не буду Назначать Никого Здесь Четыре дня Бог с ним Пусть Ученые мне нужны Сейчас для усиления Вот этого всего дела Хотя давайте назначим Посмотрим Как Изменится Было четыре дня Стало Стало пять дней День Да Тут мы один день выиграем Там два Не Мне важнее Исследование Сейчас Сиди там Короче Сам обучайся Без ученых Сам справишься Я думаю А тут у нас Миссия Прекрасный инженер Важный пленник Семь дней Хорошо Неплохая миссия Халявная Кто может пойти Заступник есть Но я бы его приберег Для более Для более сложной миссии На самом деле Можно вот жнеца Как раз опробовать Нашего Тут уже все назначено Все прекрасно Да Так Что еще Макс Может запаниковать Если паникует соратник Угу Не ну че Конечно можешь А может А может ты не можешь На тебе набор На тебе кераму Что еще тебе дать Грена да Можем дать Давай грен дадим И дробовик У меня пока нету Дробовиков крутых Пока такой Хорошо Можно рейнджера дать Опытного Дать ему Лазерку Хорошую Вот такую Ему АП патрон Обязательно Надо дать И пока аптека Временно Да Временная аптека У него здесь уже Увечи есть Урон повышенный Да Это крутой у нас Рейнджер Вот Три человека есть Кого бы я еще хотел Какой тип миссии Эвакуируйте Старт Без скрытности Нам здесь нужен ниндзя Вот мы взяли ниндзю Я бы конечно меч сделал Но блин Денег нет А надо делать меч Однозначно Так Походу Поторопился Я надо Денег надо быть Давайте денег надыбаем Как мы можем Их надыбать Что мы можем Тут продать Прицел лазерный Домой Элитное Показание Туда Ланшет один Можно продать Не хочется Конечно Ланшеты Вообще трогать Так 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 Мэков тоже Нельзя трогать Вайперов тоже Не хотелось бы Блин Все тут такое Нужная собака Ядра Блин Тоже Они что-то Последнее время Не особо падают Ну можно Одно ядро Ладно Тыкнуть Тридцаточка Это я тоже Не хочу продавать Это все Очень в дефиците Будет На последних Этапах игры Прямо вообще Прямо придется Покупать даже Это Поэтому я конечно Не буду это трогать Ну тридцатка Ладно Но тридцатку Доживем как-нибудь И давайте Вроде как мы Не должны Время потерять Максимум час Вот эти перелеты Производим предметы Где наш Ножичек Так Вот он есть Он стоит Что? Копейщик Здесь материал Делаем один И все Да И копейщики Кончились у нас Блин Это печально Конечно И все На денег Вообще нет Ё-моё Давай вот это Сделаем И еще я Торсирующие пули Кстати Вообще не делал Давайте Одно сделаем Чтоб было Так Жнец Ему кстати Не факт Что нужны Вот эти АП патроны Вообще Не факт Ему возможно Знаете Какие Даже вот эти Вы нашли Допустим Так порешать Что мы вообще Не будем работать По бронированным Целям Будем мочить Только всяких Этих Ну вы поняли Так Вариант Хотя Это мне Опнуться Может Патроны Эти Вообще Конечно Никому не брать Позвать АП Кого мы там Хотели брать У нас был Металлург Однозначно Был ниндзи Ниндзи Даем Нет Погоди Вот так Даем Меч И смотрите В чем фишка Этого меча Вот там Справа Вы можете Увидеть Урон 5-7 Во первых Побольше Чем у обычного У обычного 3-5 А здесь 5-7 То есть На 2 урона Больше И самое Классное Это меткость 20% Смотрите У обычного Видите Вот с обычным У него просто 73 А здесь Плюс 20 Все Все криворукие Ниндзи Даете Вот этот Меч Быстренько испаряется Они начинают Попадать Так что Это очень Очень Крутая Штука Для всех Ниндз Уберем Вот так Вот так И Что Грену Налисит 4 Срену Я думаю Так Или набор Погоди Может набор Наборов Нет больше Туда Грену Ладно Кто еще Здесь у нас Был Разрушитель Есть Неплохо Макс Фокс Давайте Возьмем Ну Кто-то Со взрывчаткой Нужен Ой Дукони Кстати Есть Некаченный Может Дукони Взять Вместо Этого Вместо Вот Этого Давайте Дукони Возьмем Слушайте Давайте Возьмем Дукони Реально Качнем Он у нас Разведчик Хороший А нам Как раз Здесь Нужен В общем То Просто Разведчик У него ХП Поменьше Да Давайте Вот Его Возьмем И Грену И Вот Этот Гроссмейстер У него Смотрите У него Есть Навык Призрак Ему Можно Уже Иси Четыре Давать На самом Веде Он у нас Разведчик Мы его Качаем Как Разведчика Нам Нужен Просто Чтобы Полить Всех Он Вообще Не Будет Атаковать И Плюс У него Меткость Смотрите Какая Хреновая Ему Как раз Вот Этот Лазерный Мечет Вообще Тема Будет Так Мне Больше Нравится Да Разрушительный Огонь Ориентирован Хорошо Лазер Сколько У нас Раз Два Три Три Типа Не мешало На самом деле Давай Возьмем И Тут По традиции Берем Вот так Наверное И Вот так Даже Итого Что У нас Одна Аптека Одна Грена Тут Есть Ракета Есть Огонь Света Нет У меня Ни У кого Давайте Свет Возьмем Лучше Вот так Да Пятером На Семь Девять Шестой Влазит Нет Шестой Влазит Но Уже Тюлька В тюльку Прям Ну Вообще Надо Бы Конечно Брать У меня Все Убежища Заняты Давайте Посмотрим Заступник Правда Остается Не Удел Убежище Раз Убежище Два Убежище Три Да Все люди В убежищах У меня Заняты Да Но Заступник Не влезет Здесь Заступник Как-то Странно Получается Что У нас Не Удел Реально Занятно Два Ниндзи Им Надо От Чего-то Отказаться Да От Чего От Грены Вот Здесь Например Для С4 С4 Менее Полезно Ну Ка Уже Уже Не Так Глушитель Есть Или Я Все Продал Настройка Только Блин Они Могут Не Влезть Такой Толпой Может Жилет Убрать Вот Этот В Один Видите Один Уже Выиграли Ну Да Слушайте Вот Так Наверное И Жилет Вот Этот Кстати Я Был Наверное Кому Нибудь Другому Ну Кони Например У него ХП Мало Давайте Ему Дадим Он Он Точно Не Умер Да Он Десять КП Но Сейчас Ты Точно Не Умрешь Крен С2 Ты Больше В Лазарете У меня Будешь Лежать Все У нас Есть Три Лазерки Есть Жнец Много Народу Вроде Нормально Должно быть качаем стараемся людей разно планово не только на одном заступники чтобы возить вот и все на диверсия избранного ах вы собаки мне нужно магнитка вы чё делаете то на четыре дня мне задержали исследования . тех на тех уровень 7 уже освобождение трехдневные полей да что же дело дикость разведка сообщает о большой концентрации звероподобных противников это вообще прохлада давайте я примерюсь освобождение хочется очень сделать примеримся просто допустим заступник допустим гринадер опытный рейнджер втроем на 7 9 взломайте терминал это печально в общем-то это печально как 4 надо еще на то есть если мы пойдем то вот таким составом только нажимайте блин заступник штурмак что наш гряныч рейнджер четвером на 7 9 при том что у нас здесь сет рэп дикость то есть возможно берсерки опасненько это опасненько ребята я бы наверное здесь взял свет такие дырокольчик есть лазерка есть да у нас 3 лазерки целых есть оглушение если что есть две аптеки здесь мы что тебе возьмем заступник возьмем вот это если дикость смотрите повышенный шанс берсов и вайперов у них у всех нет брони вот этот патрон может хорошо сыграть таким ребятам вот и что мы можем тут еще такого нету на аптеку и тут еще то жилет конечно можно и в аптеке мне больше нравится жилеты лучше вот кому-нибудь из этих ребят нам и обраться у нас есть две грены один дым 2 света по гренам я думаю решаем вопрос урона у нас должно хватать за счет этих лазерок и заступника таким патроном вопрос здесь реально что может быть вот так дать что брат брат мог танчить немножечко и не умер при этом слушайте мне кажется это реально это будет сложно но миссия важная спеца вот только нет очень плохо ведь у меня не хватит пиццов миссия важная бы пошел пошел так подумаю немножко помедитирую погодите настройка да здесь есть это у нас какого плана ты у нас овервотч давайте ему настройку дадим элитную плюс 10 меткости на вот эту тему почему бы нет модули позже обзлом здесь конечно очень большая проблема будет если кто-нибудь из них будет потерять сознание например без пицца который умеет восстанавливать это конечно очень это очень рискованная миссия сейчас очень рискую идя туда овощи ну давайте мы отправим если у нас выпадет не 7 9 например даже хотя бы 10 12 я отказываюсь на хрень этого и никуда не пойду атак рискнула но потому что нужно освобождение начинать делать регион очень сочный надо его освобождать будет потом плюс мы ничего не теряем особо по разведке давайте попробуем попробуем я очень верю в хитрова на сильно на него надеюсь он должен вывести здесь соточка вот здесь до 10 12 пока народу можно еще подождать на самом деле у нас никто особо не торопит пока это что кто-то восстановился дубровин а кто покажись то снайпер а это мор не мор не отошел молодец на тебе жилет на тебя галтиом меткость это ты конечно псих да все ничего не на больше раненые то есть вообще человек еще на много еще народу раненых ладно давай короче вот здесь еще безликих нам ждем пока аватар растет искра очень кстати что за искра зелененькая д оба на какая насыщенная на серия получается у нас и жнец тут и уху как много всего и теперь смотрите в зоне испытания теперь появляется после искры очень много вот таких оранжевых проектов все оранжевые проекты это связаны с искрой проекты очень прикольные штуки мы их потом посмотрим обязательно давайте сейчас к искре у нас появился первый робот великолепно очень дорого он нам стоил прям мы сильно на него позарились вот такой замечательный робот внешность мы конечно еще возможно поменяем и в чем здесь прикол смотрите у искры изначально сразу очень много статов у него мобильность но мобильность так себе конечно но у него 12 хп у нее по моему 5 счета изначально у нее защита встроенная броня ведь один также у него защита встроенная то есть по ней тяжелее попасть меткость у нее сразу видите довольно таки неплохая ломать она при этом может то есть очень такой многофункциональный боец если мы откроем способности то мы вообще охренеем над того что тут у нас можно вытворять с этой искрой я расширил значительно навыков количество навыков у искр то есть не три ветки а четыре причем вот это 4 можно сразу брать они это не скрыто это просто выбирайте реально каждый раз из четырех и еще есть такая фишка что каждая искра в моей сборке отличается от другой то есть некоторые навыки практически на каждом уровне по одному по два навыка могут отличаться от искры к искре и тем самым вы практически никогда не будете иметь двух одинаковых роботов например вот этот навык точно вариативный вот здесь может другое попасться вот вместо этого может другое попасть а вот здесь может другое попасть а то есть всегда у вас будет немножечко разные искры с разными навыками это очень прикольно вот и знаете я бы с чего хотел начать у меня уже было три целых три заявки на искр они в порядке очереди будут осуществляться и давайте оформим первого первую заявочку раз два три вот такая у нас будет первая искра я не сильно много на самом деле здесь поменял в общем то только цвета чуть-чуть поменял да ими исправил горгона горгон как мне сказал что это мальчик будет мальчик горгон робот искра вот такого зеленого цвета хотели черно-зеленый ну как бы вот видите есть зеленый есть и черный оружие черное вот такая вот искра незатейливо первая горгона все заявочку и выполнил с этим разобрались и мы конечно же как только будет возможность направим ее в бой как будем ее качать мы наверно подумаем попозже отдельно потому что там конечно с искрами очень долго приходится думать из-за того что аж четыре варианта на каждом уровне бывает бывает надо посидеть подумать поэтому не сейчас попозже мы с этим подумаем что мы будем делать хорошо с искрой разобрались реально насыщенная серия получается мы жнеца нашли искру нашли много тут на задании на всякие полетели давайте давайте дальше ждать нашим раненым потребуется еще в блин вы смотрите чё и натворят адвент и чё творишь он бьет по самым реальным блин по уязвимым местам у меня раненых что полин капец сначала исследование задержал щас раненых пинают отлично у нас мол прокачался он умеет прыгать теперь ему правда нафиг это не надо но хорошо что он умеет прыгать вот огонь души мне нравится брать грены чем он же у нас грен и ч когда у него грены кончатся он будет с огня души наяривать давайте возьмем не не будем хотя вот теперь это долго будет на самом деле без без ученого по 10 дней они обучаются это очень долгое принц ним давайте дадим человека тебе а с ученым только пять дней будет эти значительно меньше в этом не смотрите вот я когда выбирал там было что-то написано это неважно что там написано было обучение всегда первый раз четыре дня второй раз десять дней с ученым соответственно в два раза меньше и всегда такое это бак я не знаю как это исправить там разное время пишется какой-то пара по-разному всегда но на самом деле время всегда такое четыре дня 10 дней и всего всегда на все навыки есть такой момент хорошо тут подразобрались у меня какие-то люди там восстанавливались да нет и показалось мне бы хотелось чтобы они восстановились а хрен тебе на так это у нас вот та самая миссия с дикостью на 1315 тут надо ускорять и на нее эти блин очень страшная миссия боюсь я боюсь я рискую ну такая у меня натура давайте тратим 79 хорошо освобождение я попробую я рискну если я увижу что там какая-то жопа что там я не знаю 5 берсерков не закон тархонт или щекан дичь я кидаю ивак откидываясь дымами и сваливаю и все но если там не такая жесть то попробуем так мы прибыли звездный ястреб городок зоне патрулирования адвента пригород города оттава занятно то есть эта деревня на будет здесь не будет высоких зданий для заступника это не самая веселая новость блин вчетвером помнится я как-то зарекался не ходить вчетвером на миссии меня ничему жизнь не учит как видите все время я вы вообще в какой-то смотри в какой задницы прям в углу прям в самом-самом углу появились эта фигня очень-очень далеко если мы встретим врагов еще потратим время на войну с ними мы ни хрена там не взломаем на пока конечно такое себе начало или между нас что-то очень медленный капец 10 мобильности у меня нет ускорения здесь да смотрите у меня есть вмешательство я могу еще немножко данных потратить чтобы эту миссию таки выполнить этого хорошая новость это хорошая новость так идем на фул пока нам позволяет времени мало да да походим ее тормозить некогда нам пельмешка еще будет сильно отставать из-за мобильности и дрончик пока пока норм эту спалишь нас что ли спалил ладно ну сам виноват как как удобно да сам прилетел сам отдался сам же тут подобрали сразу наборов я не брал здесь да я не наглел хорошо идем тогда заступником искать врагов не видно пока нам уже мы ближе уже мы ближе хорошо мой брат давай лоба дым пока не тратим зато мы сейчас можем его вызвать не парись вообще где эта хрень была идите на вот здесь до 7 ходов но я бы все равно заранее вызывал и ваку давай шесть ходов на его такое-такое пельмешек ходи и мы ждем врагов наверно тут тишина пока хорошо так это кто офицер все это сматерился что все агент а где дикость я не понял где эти вайперы всякие там где вот это вот все и там два было да их конечно раньше времени лучше не пулить давайте мы сначала немножко мэка тут разрядами на 6 хорошо и можно сразу конечно заступником здесь очень круто все подрос контролить так но наверное это будет излишне излишне это будет но офицер блин у него меткость 80 у него граната есть у него меткость эти какая чутье у него не хочется мне конечно их пулить с одной стороны а с другой стороны хочется заступником максимально этот ход отыграть повеселее на лоб и что лоб и два света есть можно светом на самом деле отделаться на слушайте можно наперед их ослепить мне нравится такой план для начала я бы братом вот так сходил ну-ка да мы не спулили нормально брата здесь пока нету опций никаких но они ему и не нужны и толпиться не надо чтоб офицер а хотя он гряну не сможет кинуть если ослеплен будет да идея так здесь вот так делаем получаем можно сделать развертывание свет на офицера плюс может быть на тех давай не знаю на них сработало нет мне пофиг здесь стреляем добиваем а у него же патрон экспансивный забыл не может сейчас броню пробивать хорошо ё-моё только офицера видим да шесть это печально блин это фигово конечно что я так навохлил блин вот и вот и патрон этот да казалось бы они все здесь без брони но мне надо убивать бронированную цель придется грену походу тратить на него ну и офицера заодно заодно покоцаем давайте ладно я не помню могут ли офицеры дезориентированно кидать грену или нет по-моему нет я же не могу дезориентированно кидать грену и они тоже не должны поэтому здесь оверт а здесь просто сидим давай вот эти вы выдержали хорошо сразу встретили огнем пельмешек пельмешек молодец сматерились и все офицер вообще потерялся это хорошо что он потерялся здесь можем двоих наказать вот отсюда да например опасно конечно но или можем даже прилететь вот сюда и испулить до кого-нибудь еще не нравится у меня зато ход будет дополнительно если мы даже с кривой давайте траван никого не пулем это великолепно давай давай и и вот не знаю оставаться мне здесь или нет брат может оглушить вот этого офицера еще не парись или убить его например тогда что с этим делать давай вот так это можно греной подорвать занимается но грену на нее не хочется тратить на самом деле а если вот сюда подбежим спалю ли я кого-нибудь еще вполне себе могу спалить вполне себе могу так ну смотрите хитрован получил же у нас обилку получил 73 здесь смотрите 73 это что если мы сделаем вот сюда плотный огонь вот так вот хитрован по ней давай же фигани с большим шансом уже теперь на 6 урона себе прилично братом мы делаем оглушение на оффера тут полное укрытие как раз ага отдыхай хорошо он летит так и у нас еще здесь вот такой типок можно один раз выстроить а убили вообще хорошо вообще нормально все там перезарядка даже есть и можно оффер поставить или подойти поближе чуть-чуть я наверное оффер бы поставил на всякие так так ну пока хорошо мы пол карты разобрали к вроде вообще нормас офицера тут покоцали и трава нам можно обновить обилку вполне себе во первых подойти например вот так обновить обилку так вот у него теперь полный газ и теперь у него еще обилка обновлена я не знаю надо ли мне пулить кого-нибудь здесь по идее конечно не надо я я не пока так ты у нас подходи к луту поближе наверно не надо мне пока светится но время поджимает блин если я сейчас там кого-то спулю время поджимает очень давай хотя бы так подойдем чуть-чуть хотя бы подойдем да брат если что лут заберет наверное надо торопиться мне торопиться времени нет да хитрован давай ты у нас очень мобильный теперь за счет полного газа сколько там уже тебя натикало 2 пока да давай короче где враги найди врагов вот они где вот значит да берсерк у нас из-за дикости появился я понял тебя я понял ой как он рядом стоит нам бы копейщика лучше убить чтобы иммунитет получить да это был бы хороший план это был бы хороший план у нас же будет выстрел еще один правильно а у нас удар крюка будет так 66 блин это хуже тут 76 76 да здесь можем пострелять давайте мы сделаем вот так для начала уменьшим их шансы на на все просто так безопасен брата кстати оглушение еще может быть нет она еще не откатилась хорошо тогда берем здесь лутецкий а не положите откатилась углушение то не откатилась бег не откатился но это хрен с ним пока вот так здесь мы постреляем по вот этому обязательно а у хитрована у нас что он может шестидесяти шести процентным шансом вот этого гада попробовать добить потом если он не сдохнет к этому времени ну да наверное так слушай выстрел здесь вот сюда выстрел крит он живой хорошо и у хитрована почему-то нету действий нету ходов это печаль вообще полная это потому что берсерк был не флангованный блин это очень плохо косяк ребята опять косяк я сделал ё-моё здесь конечно вот так хочется встать чтобы фланги были но я боюсь еще кого-то спулить еще два человека возможно есть на карте лучше я встану даже под полу кавер хрен с ним главное чтоб овер был хитрован теперь у нас сильно рискует из-за моей ошибки очередной промах слава бог и копейщик должен умереть да копейщик умер хорошо пельмеш вообще у меня пока что герой просто больше всех мне больше всех как-то он меня выручает чаще всего так тут что два урона это вообще не серьезно улететь ты можешь куда-то поближе сюда нет уже отключение видите через ход будет надо как-то берса этого запинывать активно прям ну-ка или оглушить его чертовой бабушки вот отсюда же будет оглушение работать ну-ка брат как там по оглушению сто процентов красиво поймал пилюлю и траван перезарядку конечно тоже хочется сделать ну и попкат сать его на 4 урона тоже было бы неплохо так ну ладно что если обрезик обрезик пока не очень давай соткой тогда если ухп без магнитки конечно разбирать вот этих жирных берсов это вообще та еще прохлада да 4 урона не лишние еще у меня есть действие смотрите как хорошо тогда перезарядку можно сделать и подойти сюда да либо пострелять мне надо ломать уже отходи туда да врагов мы не спалили это хорошо лоба может тоже пострелять почему бы нет урон пока что повливать в него 88 давай еще подкреп уже а мы даже берса не убили солдатики да это не так страшно но неприятно может быть здесь они встанут я раздавал в этом стоять да хорошо пришел мне надо ломать хитрованом что он другой может сломать ты со стрельбой на бегу можешь по идее может но я не уверен вдруг не работает дает дополнительное действие после рывка пойти если я делаю рывок я пойди должен смочью ломать просто хитрован мне гораздо здесь полезнее будет дайте я проверю это слушайте я не уверен правильно ли это работает дайте я сохранюсь и у меня будет если что оправдание я не уверен в работе этой механики если она не работает я просто загружусь позволю себе такое исключение но по моим планам оно должно работать да оно работает слава богу не придется ничего обузить и ну шансы не серьезно ну вот это конечно хотелось бы ну да здесь конечно это мечты просто мечты двухпроцентные тут мы разобрались здесь смотрите какой выстрел есть вкусный неплохо 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 а сколько урона это нанесет шестерку да это не убьет их это их не убьет вот этого надо как-то гоп стопну здесь конечно уже бы вот отсюда если мы с дуплета дадим как по шансам будет погодите надо подумать разобраться если мы полетим куда мы можем полететь сюда например сблизиться да с этой толпой давай для начала так затем что затем вот отсюда будет хорошие выстрелы давай вот так это можно по бочке по бочке нельзя убираем этого вверх на тебе нога сыпали во все стороны тут хочется конечно в человека садить пулю здесь понятно что я буду сюда стрелять но это 6 урона этого недостаточно хотелось бы еще что-то сделать помимо этого может быть плотный огонь вопрос на кого тогда что он вообще дает в бронебойности плюс 1 к урону если что да у меня тогда все равно останется один боец вот этот по моему сержант остается он очень неприятен для нас сильно это и здесь не факт что мы убьем с обреза пельмешом берсерка дела то не очень у нас все равно придется получить по моему кем-то да окей надо на двоечку можем садить кому-нибудь будет еще тоже чуфигова то такая уж дым кинуть у себя здесь ну или вот так на камер тогда вот это защищенную здесь обреза что 67 отсюда наверно 100 будет или вот отсюда точно будет капец короче я сейчас буду очень сильно рисковать опять взяли лут потому что жадные пытаемся убить берс и за один выстрел фильме очень надо чтоб он сдох просто за роль мне побольше урона здесь не сдох скотина выкутил урон его урон конский блин и он не сдох ее моя вот не что опять получайная надо было делать кстати был бы шанс крита побольше было бы лучше наверно так а ты если по бочке дашь может быть реально так по бочке дать проверить на только если у них грены здесь есть грена у всех есть грены как обычно блин назло ладно плотный огонь не погодите на 100 подставится блин она так и так подставится вообще куда я здесь не прячь она везде урон получит на плотный огонь а зачем по-моему я нафейлил ребята надо было сначала делать это сначала надо было делать это а потом уже вот это так а если выстрел 77 на поэтому удар хвост он 95 удар хвостом получше будет давай тогда этого сильно покоцаем в этого ворвемся у них сильно снижена точность я надеюсь что они помажут что берс поможет и что надеюсь что похитровану кто-то будет стрелять берс конечно мы молимся просто кровотечение на пельмеша неприятно дрон фигня не ну слушайте это еще по-божески я конечно не идеально тут забрался но вообще все по-божески происходит пока что вот этот только на суд что это это гренах ты скотина ранее не получили лобой здесь на валюху надо слушать это все еще все более менее пока убираем эту дрянь играем эту дрянь это дрона надо убежит убегать к чертой бабушке либо убить его до крутим у тебя большой шанс крита на самом деле ты бы мог его убить чем бы нет а пельмеша мы лобой можем забрать да мне нравится такая опция грену даже не пожалеем на эту собаку и братец у нас тут в упор должен убить его в процентах уехал героические миссии мы конечно все равно получили двумя ранения но это все очень даже по-божески вопрос только успеем ли мы и вакнуться он истекает два хода то есть мы его подбираем бежим на фулл и вроде бы как успеваем на да вроде мы должны успевать я бы кинул дым пока еще я могу это сделать вот сюда было же было вот сюда потому что мы туда пойдем на всякий случай и лоба у нас спасает или может брат кстати спасет как у тебя там здесь ориентации не ты не спасешь заступника я конечно оставляю у нас будет прикрывать заступник прикрывает и заряжусь даже на всякий перемешив еще живой правильно брат добегает смотри-ка хорошо и заступать что же добегает принято у мы справились что ли круто ребята мы справим и вчетвером пошли на сложную все исправились и меньше что с тобой все выжили да с ранениями но зато мы справились это освобождение региона я доволен слушать могло быть все гораздо хуже могло быть все гораздо хуже настолько чтобы вы вообще здесь все остались кроме хитро ванна наверно он бегал а мы его я рад вообще я доволен очень хорошо увидите как на легенде играть это капец без ранений просто не получается на каждой миссии ранения хотя бы минимальные но есть ранения все время хитро ван конечно герой дня было пельмеш тоже здесь заслуживает уже там неплохо так 22 фигова долго конечно миша не будет здесь 10 еще более-менее ладно братец у нас качается у нас крепкое здоровье теперь будет чаще бегать молодец пельмеш теперь будет еще чаще попадать вообще красиво слушать царапины правда мы не скоро его еще увидим и тут все на связи какие-то есть вот уже смотри с пельмешом брат хочет но это естественно что брат хочет с пельмешом опять с братом дружба здесь с кем здесь не с кем а лобы оба с братом блин опять у меня все дружат с братом мы нашли хороший взлом приятненько деньги деньги еще взлом еще лучше да хотя смотрите вот ультра и продвинутый отличие всего в один наролилась конечно вообще защита фигня это деньги самое главное что это была миссия освобождения очень важная миссия очень важном регионе и мы выполнили и у нас пельмеш теперь боится мутонов ведь мы за счет того что он пощечину дали конкретную на этой миссии он теперь получил травму на всю жизнь нити он теперь боится мутонов может запаниковать если их увидит конечно так ты перемешиваешь кем не бывает не получил да ну чё теперь разоржим немножко тут еще ранее кого можно разоружить ничего такого нет лоба тоже да раненые тоже на 10 дней давайте дырком у нее заберем тут лазерная винтовка я вижу тоже бы забрал дыракольчик здесь тоже очень долго мы этот дырокол не увидим давайте тоже заберем до ранение конечно уже вообще капец вы видите что каждую серию просто у нас вагон ранений всегда полказармы просто валяется с ранениями а чё поделать ну хорошо все равно мне понравилось вчетвером выполнили сложную миссию считаю круто кого можно обучить никого особо на брата можно но зачем пусть а нахрен офицер брат не ну нам вообще на таких миссиях он же у нас на спецоперации ходит постоянно брат нам бы конечно не помешал там конь офицер может быть даже это имеет смысл давайте сделаем до прикола подождите он же штурм нет бегом его надо на этих миссиях тоже офицер бы не помешал давайте возьмем 1 ну и все я думаю достаточно для этой серии спасибо всем раз за просмотр мне понравилось надеюсь вам тоже понравилось пишите лайки комментарии вот ну и жду вас следующей части всем спасибо всем пока